всем привет друзья приветствую всех на моем канале сегодня я буду готовить картошку с розмарином с чесноком в духовке но и с луком покажу и буду жарить мясо как гуляш но только буду его обжаривать без подлива с луком все покажу расскажу начинаем и так для картошки нам нужна картошка вот такая молодая или какая с тонкой шкуркой помыть только ее и нарежем сухой чеснок лук сырой чеснок перец соль оливковое масло розмарин и так наша картошка я ее помыл сейчас я ее буду резать вот и определять в лист режем примерно вот как сказать на одинаковые дольки чтобы были примерно одинаковые доли картошки таким способом которая побольше на 4 части которая поменьше на две части пойдет но розмарин берут веточками да но я не нашел поэтому я беру просто сухой розмарин до вот картошка порезанная но на дно я чуть-чуть добавлю подсолнечного масла чтобы она не пригорела сразу до чуть-чуть много не надо вот теперь мы ее солим я думаю видно нормально перчим перец кто как любит много перца значит много мало значит мало отправляем сюда луковицу я разрезал вот потом берем сухой чеснок берем примерно ну 1 чайная ложка розмарина ах вкусно пахнет его разминаем и посыпаем маловато еще чуть-чуть картошки много поэтому возьмем две чайные ложки теперь оливковое масло так эта бутылочка закрытая секундочку вот есть у меня другое оливковое масло хватит дома и поливаем как бы сбрызгивая так и раздавливаем чесночок ну надо зубками у меня не было зубками поэтому я его просто так сделал головка была до я ее разрезал хорошо раздавить так у нас получилось ну и сейчас я попробую перемешать камеру поставлю маленько перемешаем чтобы она все распределилась нормально приправы и специи вот так и отправляем духовочку предварительно нагретую 200 градусов все будем ждать ну а мы займемся мясом нам нужно мясо я его помыл уже подсолнечное масло лук ну тоже соль перец и маленько чеснок будет мясо нагреваем сковородочку наливаем масло сперва немного потом видно будет и наше мясо ставим жарить сразу мясо добавляю перец сразу мясо добавляю перец один лавровый лист вот ну и как говорил солить я его не буду сейчас пусть оно жарится наше мясо дало водичку теперь я его солю долго я его под крышкой жарить не буду вот сейчас оно маленько сок свой отдало получилось в одно типа как вода да и поэтому я крышку сниму мне вот оно так должно жариться без крышки уже но потом еще попробую и соль по вкусу добавлять и так мясо наше жарится добавим туда чуть-чуть зиры прям немного вот столько примерно столько мяса тоже размять ее и добавим зиры и нарежем мелко наш чесночок тоже туда закинем один зубчик получается чеснока да примерно перемешаем жарится оно у меня на маленьком огоньке сейчас я опять закрою крышечкой пусть жарится а мы приготовим пока лук тут я углядел технологию нарезки лука сейчас попробуем как это у меня получится надо было жопку не отрезать а я отрезал жопку у него да ну попробуем да жопку надо было не отрезать так потом поворачиваем и вот так хоп 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 точно получается только жопочку надо было не отрезать да теперь она распадается у меня за счет жопки бы он бы не распался ну ладно первый блин всегда комом да режу лук не сильно мелко не сильно крупно так 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 мясо красиво в наше мясо добавляем у меня тут есть чуть-чуть зеленого лука замороженного было отправлю остатки и укроп тоже замороженный перемешиваем и водичка наша выпарилась но мы все равно сейчас накроем крышечку чтобы чуть-чуть укроп и лук дали свое свой запах да ну вот получилось наше вкусное мясо оно уже почти готово там может минуты две-три я отправляю сюда лук много лука не перемешиваю чтобы мясо сейчас напиталась луком на самый маленький огонь и пусть она как бы тушится маленько да вот такое получилось красивое у нас мясо очень вкусное тоже с хорошим запахом ну и между делом я нарезал такой салатик значит тут у нас помидоры красные помидоры черные салат как он айсберг называется ну такой горочкой который лук немного укропчик и шарф скезы это бараний соленый сыр вот и посолил и чуть-чуть заправил маслицем вкуснятина просто ну вот и все друзья прошло у нас 55 минут так как картошка была крупно нарезана она готова и очень вкусная запах стоит неимоверный просто на вот такая получается картошечка с розмарином ну вот и все друзья вот такое получилось сегодня приготовление а вот готовьте на здоровье все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм в одноклассниках ясно постановил профиль так что видео будет и там вконтакте в яндекс дзене в яндекс эфире ну а сегодня 7 марта я поздравляю всех с наступающим 8 марта женским днем поздравляю в первую очередь конечно мою любимую юришку счастье здоровья добра удачи любви ну и всем желаю семейного благополучия счастья добра удачи любите друг друга все всем пока до новых встреч